В это воскресенье стартует без виз. Украинцы смогут ездить в 30 стран Европы только по биометрическому паспорту. В МИДе даже специальную рабочую группу создали для решения возможных проблем с въездом. По такому случаю, к примеру, на границе с Польшей туристов будут встречать консулы, а сами пропускные пункты регулировать дополнительные наряды полиции, чтобы никто не пытался проскочить без очереди. Ведь сейчас на кордонах километровые заторы. А что же будет с наплывом туристов уже после 11 июня? Смогут ли справиться пограничники с обеих сторон? Наш корреспондент Галина Якушко решила лично проверить готовность и поехала на украинско-польскую границу. Там ее ждал неприятный сюрприз. Какой смотрите сами. Одесса. Ворота в Европу открываются в 9. На улице уже около полусотни человек. Чтобы получить биометрический паспорт, очередь занимают с 5 утра. Лучше попасть. Вчера вот было 6 человек прошло, 7 уже не прошел. В условиях такой конкуренции возникают скандалы и даже доходит до потасовок. Несколько дней назад в этом же отделении миграционной службы подались двое пожилых мужчин. Из-за разных списков очередности. А это уже черкасы. После новости о безвизе в райотделах миграционной службы началась настоящая охота за биометрическими паспортами. И такая ситуация везде. Люди толпятся возле окошек выдачи документов в ожидании своей очереди. Количество желающих получить заветный документ увеличилось вдвое. Можно навести статистику, что принимали 60-70 людей в день. То принимаем сейчас 120-130 людей в день. То есть почти в раз, в два раза увеличился приход граждан на оформленный паспорт. Идентификационный код, паспорт гражданина Украины и деньги на оформление. Это все, что нужно принести в миграционную службу, чтобы получить биометрический документ. С ним украинцы могут путешествовать по 22 странам Европейского Союза, которые входят в Шенгенскую зону. А также ездят в Болгарию, Хорватию, Кипр, Румынию, Исландию, Лифтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Это танцевальный ансамбль «Лемковщина». Скоро они поедут на фестиваль в Польшу. Половина артистов уже обзавелась биометрическими паспортами. Чтобы узнать, как будет действовать безвиз для украинцев и готовы ли на границе принимать туристов, идем на эксперимент. Едем в соседнюю Польшу. Вся дорога увешана тематическими безвизовскими бигбордами. А вот и пункт пропуска Шегини. Первое, что видим – огромную очередь. Две часа тяжело. Жара. Чарги большие. Но пограничники успокаивают. С 11 июня будут оформлять туристов за считанные секунды. Переверка паспортного документа за допомогу наших приладей взаимает от 5 до 7 секунд. В дальнейшем сканывание по базам данных, в том числе и по Интерполу, до 10-20 секунд. В соответствии, мы вытрачаем на одного гражданина меньше 1 минуты. Отстояв очередь, проходим украинскую границу. Дальше польские пограничники. Проверяют паспорт, считывают отпечатки пальцев. А дальше сюрприз. Мы хотели пообщаться с польскими пограничниками, но в Польшу нас не пустили, несмотря на наличие всех документов. Теперь стоим в очереди по второму кругу. Пятигодичная виза, страховка на машину, медицинская страховка и официальные договоренности о съемке видеосюжета. Ничего из этого списка не убедило пограничников впустить нас на территорию Польши. В чем причина отказа, внятного ответа получить не удалось. Вы говорили им, что мы приедем, чтобы записать интервью? Да, да, да. И вы не знаете, почему они нас развернули? Мы не знаем. Они здесь работают, и мы спросим кого-то, почему. Получить отказ во въезде, откровенно говоря, очень неприятно. Это частые явления, уверяют бывалые путешественники. Украинцев разворачивают даже за пакет картошки или кусок сала. В нашем случае вообще без причины. Михаил торчит на границе уже полсуток. Въехать на пункт пропуска нам все-таки удается. Со второго раза. Извиняться перед нами и не думают. Не слышим мы и объяснения о причине отказа. Но утешают. С безвизовым режимом путешествовать украинцам будет проще. Если речь идет о времени, которое будет нужно пограничнику для проведения паспортного контроля, то его нужно будет меньше. Поскольку у пограничника будет меньше работы с проверкой действительности визы. Не нужно будет проверять соответственность вида визы к цели поездки. По другую сторону границы на въезде в Украину очередь не меньше, но движется быстрее. Вернуться на родину легче. А, не долго. Тут нечего рухается швидко? Рухается, по доброму. Барбара – полька. Вместе с родственниками едет в Украину на свадьбу. Пан молодой и молодая. Меня Василия, а наречена Изабелла. Ее будущий зять – украинец. Свою семью она уже называет интернациональной и радуется открытию границ. Червоная, желтая, серебряная и черная. Чуть больше суток остается до того времени, когда украинцам не понадобятся визы в Европу. Уже с воскресенья, чтобы пересечь эту границу, нужен будет только биометрический паспорт. Европа становится ближе. Но главное, чтобы украинцев, даже с биометрическими паспортами, не возвращали обратно без объяснений. Галина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности недели – телеканал Интер.